Это главный эфир. Здравствуйте! Самые яркие и запоминающиеся кадры недели, вне сомнений, это серия митингов в поддержку президента. Люди выходят на улицу и в глубинке, и в крупных городах, чтобы показать, как много тех, кто за спокойную и мирную Беларусь. Старт цепной реакции уличной активности всех неравнодушных за судьбу страны был дан в прошлое воскресенье на площади независимости. Тогда же логично был выбран еще один народный символ сторонников президента – государственный флаг Беларуси. Зелено-красные цвета и белорусские орнаменты. Кстати, полная легитимность. Этот флаг – итог общенационального референдума. Кто не помнит? В отличие от любителей цветных шествий под противоречивой символикой времен оккупации Беларуси, мирно настроенное большинство не зовет ни в какие туманные дали или к сносу условных бастилий. Мы за покой на наших площадях и улицах. Мы за гражданский диалог и общественное примирение. И за работу, которой живет страна, а не саботаж ради обещаний и через уничтожение экономики. Главное событие уходящей недели в главном эфире. Без потрясений и слома. Минск, Гомель, Могилев, Брест и многие-многие другие города и райцентры выходят на митинги «За Беларусь» в поддержку мира, спокойствия и безопасности. Десятки тысяч людей в разных точках республики подтверждают их выбор в пользу последовательного развития страны. Накануне к параду акций поддержки присоединился и Гродно. Рядом с жителями областного центра был и Александр Лукашенко. «Наша земля» – вот так просто сказал президент о Западе Беларуси. Эти слова как никогда актуальны. За ними не просто красивая и богатая история область Беларуси. За этой короткой фразой больше миллиона человек, которых эта земля кормит, дает работу и повод гордиться своей Родиной. Сегодня нас толкают в пропасть этого растора. На западной границе неспокойней. Пряцают оружие, угрожают, открыто вмешиваются во внутренние дела нашего суверенного государства. За Беларусь! За Беларусь! За Беларусь! Буду я у вас, не буду. Никогда не отдавайте свою страну. Держите свою землю. Не отдавайте никому. Потому что она принадлежит не вам, не нам. Нашим детям она принадлежит. И им негде больше искать земли. Никто им не даст. Ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию. Нашим детям! Нашим детям! Нашим детям! Зачем своими руками сегодня сломать то, что мы создавали десятилетиями? Мы не должны никому это позволить. Мы должны спокойно жить и развиваться. Молодец! Молодец! Сравнивайте и думайте! Не будете думать, нас всех не под плетку поставят. Нас по колено загонят в чужую землю. Мы все одна страна. Это наша земля. Чистая, мирная наша Беларусь. Которую мы обязаны сохранить и передать нашим детям и внукам. Беларусь! 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 Люди собрались и высказали слова поддержки в ответ на события в стране. Это естественная реакция на попытки раскачать обстановку оппонентами власти. Социальный водораздел это то, на чем сейчас пытаются выплатить проводники альтернативных взглядов. Почему так опасно делить людей на своих и чужих? Почему в Гродно, на западных рубежах нашей страны, важно говорить и повторять самую простую истину. Мы один народ. Александр Лукашенко говорил с людьми именно об этом. Мне многие говорили, а в Гродно там какая-то ситуация не та. Там что-то не то. Я говорю, неправда. Не может быть, чтобы там так перевернулись люди. И увидев эту огромную, многотысячную массу людей, я понял, что Гродненская земля – это наша земля. Вы сейчас сказали главное слово – не отдадим. Никогда. Буду я у вас, не буду. Никогда не отдавайте свою страну. Я за время своей работы проехал весь мир. Я видел разные народы. Я видел много народов, которые прошли через цветную революцию. Они до сих пор корячатся. И никто им не помог. Потому что надо поставить на колени, а потом поработить. Притом современным образом. А желательно без танков и самолетов. Надо мозги втравить людям гадость. И без денег, без затрат повернуть их в свою сторону. Но мы же образованные люди. Мы же белорусы. Неужели мы не наелись за столетия жизни под этой плеткой в телеге и в лаптях? Мы не наелись этой беды? Держите свою землю. Не отдавайте никому. Потому что она принадлежит не вам, не нам. Нашим детям она принадлежит. И им негде больше искать земли. Никто им не даст. Белорус не отходи! Белорус не отходи! Белорус не отходи! Кадры из Гродно говорят сами за себя. Люди едины в желании сохранить стабильность. Как и в каждом областном центре звучит один литмотив. Хотим спокойной жизни. Мир дороже всего. Спокойствие. Спокойствие за детей, за себя. Мы жили здесь. Обустраивали. Построили, так сказать. И это нельзя рушить. Это очень дорогого стоит. Многие люди просто не понимают, что они думают, что получат какие-то мини, сохранят все, что здесь есть и получат какие-то выгоды. Выгод не будет. Будет полное переформатирование. Это я уже проанализировал и те, и другие стороны. Поэтому, допустим, я на выборах за Лукашенко не голосовал. Но если бы сейчас были выборы, я бы за него голосовал. Потому что то, куда нас тянут, у меня родственники в Украине, они говорят без пропаганды, без всякой. Не потеряйте то, что вы имеете. Я пришла сюда на митинг, чтобы поддержать нашего действующего президента. Пожелать ему сил, терпения и мудрых движений в этой сложной ситуации. Потому что наша Беларусь сейчас, в данный момент, находится на краю пропасти. Еще шаг, и нас могло бы не быть. Еще хочется поддержать наших военнослужащих, также сотрудников ГАИ, сотрудников ОМОНа, которые в эти два непростых дня после выборов, как говорится, отстаивали и защищали нашу Беларусь. Потому что если бы не они, то сейчас нашего митинга, возможно, бы не было. Чтобы был мир на земле, чтобы поддержать Александра Лукашенко. Для него только, только за него. Мы за мир, за своего президента, который нас отстаивает, который действительно за нас болеет и не бросил нас в тяжелую минуту. Господи, за него. Во время выступления президента в Гродно на площади Ленина собралось больше 20 тысяч человек. Александр Лукашенко рассказал людям о решении назначить Владимира Караника, который до этого руководил Минздравом, на пост губернатора Гродненской области. Кандидатуру предложили во время встречи в Гродно с депутатами областного совета. Они проголосовали в поддержку этого назначения. Владимир Степанович, вы за четверть века первый губернатор, которого приняли на площади. С вас многое причитается. Вы должны помочь гродницам. Молодец! 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 Главная наша забота – люди. Поэтому новый губернатор должен сделать все, чтобы на Гродненщине люди не болели, в том числе этой болезнью. Вы должны и стране показать пример отсюда, как надо защитить людей, как надо спасти их от болезни. Сегодня не все однозначно. И в трудовых коллективах разное настроение. Я приветствую разные настроения. Но есть такие, которые не хотят не работать и побастовать. Даже строителей подбивают. Онкологический центр, который мы, кстати, у вас строим, так нужный вам, и на который мы искали деньги аж за рубежом, строят строители. Студенческие общежития, которые мы строим, некоторые уже построили по моему поручению, тоже строители строят. Так это что для моих детей? Это же для ваших детей. Они должны жить в нормальных условиях. И медики будущие, и строители, и гуманитарии. Они должны жить в нормальных условиях. Вы сегодня остановили какой-то там Гродно-Жилстрой, остановили строительство. Родные мои, мы обойдемся даже без Гродно-Жилстроя. У нас достаточно в стране строителей. Но подумать... Спасибо! 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 Старый замок в Гродно, жемчужину вашей истории, наконец, объект стратегического значения, атомную электростанцию. Это же все рабочие места, высококлассные. Это же для гродненцев. Я ведь старался сделать для Запада нашей страны побольше, потому что была аграрная, аграрная была область. Надо было сюда высокотехнологичное производство. И это было мое решение. И я обращаюсь сегодня к тем, кто этого не понимает. Объясните им, что мы делали все для того, чтобы расцветал этот край. Зачем своими руками сегодня сломать то, что мы создавали десятилетиями? Мы не должны никому это позволить. Мы должны спокойно жить и развиваться. Уставшие от беспорядков и протестов, мечтающие сохранить мир и спокойствие в стране, тысячи неравнодушных людей всю неделю выходили на центральные площади десятков городов страны и даже райцентров. Чтобы выразить свою гражданскую позицию на митингах в поддержку мира, безопасности и спокойствия в родной Беларуси. Люди самых разных возрастов, многие приходили с семьями в полном составе. Хотим спокойной жизни. За батьку, за Беларусь. Самый популярный лозунг «Любимую не отдадим». Да, белорусы показали, что хотят сохранить все то, что так кропотливо строили последние 26 лет. И ведь гордиться есть чем. Об этом напомнили и сами участники акции. Среди них десятки трудовых коллективов. Вообще, митинги за Беларусь проходили в атмосфере настоящего праздника, который подхватили и за рубежом. В соседних Киеве и Вильнюсе люди тоже вышли в поддержку действующего главы государства Александра Лукашенко. Но что рассказывать, это надо видеть. Давайте посмотрим. Любимую не отдадим. В едином порыве скандировала всю неделю вся Беларусь. От столицы и крупных областных центров до самых небольших и уютных городков. В этом списке десятки населенных пунктов Лунинец, Шклов, Ганцевичи, Климовичи. В старых дорогах такого количества людей не видела ни одна политическая демонстрация. Малые города за нынешнюю Беларусь и перемен им не надо. Местные жители знают, как за последние 26 лет активно строились больницы, школы, современное жилье, появлялись новые рабочие места. По всей стране прошла газификация. Голубой огонек зажегся во всех 118 районах Беларуси. Ломать не строить. Все все понимают. Наш президент поддержал так с таких руин. Поднял нашу страну, любимую. И так ее растерзать, то, чего хотят запад, то он прям хочет разрушить всю нашу страну. А мы не хотим ее отдать. Он не отдаст страну. Я понял, что он не отдаст страну. И это главное. Он настроен очень твердо. И мы за стабильную Беларусь, за независимую. Мы за будущее наших детей. 26 лет мы строили нашу страну. У нас лучшая медицина. У нас дети имеют возможность получить хорошее образование. Мы сохранили нашу национальную культуру. И сегодня мою страну хотят растоптать и уничтожить. Я призываю всю Беларусь. Очнитесь. Не слушайте живые обещания. Мы должны сейчас сохранить нашу страну. Ведь под видом благих намерений ее пытаются разрушить, ввести в нищету. Беларусы настолько трудолюбивы, что даже на акции собираются после работы. Сотрудники крупных предприятий тоже против насилия. И уж точно против раскачки страны и подрыва экономики. Я работаю на предприятии Могилевки и Молокно. У нас предприятия модернизируются, устроится новая цеха. То есть у нас все хорошо. Хотелось бы просто мирно, спокойно работать. Мы против забастовок на производстве, потому что те, которые призывают идти на забастовки, они не понимают, что люди потеряют заработную плату, что потеряем рынки сбыта. Мы против стачек, мы против того, чтобы заводы стояли, чтобы наша экономика провалилась. Мы хотим, чтобы все было хорошо, как и раньше. Активными на этой неделе оказались и гомельчане, выступив против групп поддержки. Это когда у проходной завода несколько активистов поддерживают нескольких человек, которые бастуют. То есть не утруждаются, ничего не делают, но почему-то нуждаются в поддержке. Гомельчане и Машу мешают работать такие протестные люди, как вы. Поэтому мы пришли помочь нашим рабочим организовать свой рабочий распорядок без проблем. Митинги за Беларусь стали настоящим праздником для жителей уставших от беспорядков и протестов. Мы жили в свободной стране все 26 лет. Нам непонятны те мероприятия, которые сейчас устраивают некоторые личности. Поэтому мы здесь, чтобы постоять за нашу страну любимую, процветающую. К акциям протеста, которые сейчас у нас проходят и в городе, и в стране, конечно, я отношусь отрицательно. Отрицательно сейчас скажу почему. Во-первых, потому что выдвигают требования мне непонятные. Требуют перевыборов президента. Перевыборы могут пройти только после референдума. Когда я, вы и все на свете выскажут свое мнение. Нужны ли эти перевыборы? Например, я против перевыборов. Чтобы дети наши росли, радовались в нашей стране всему хорошему, что у нас есть. Спасибо большое. За процветание нашей Беларуси. Огромное спасибо нашему президенту, что мы движемся, мы движемся вперед. Жили мирно, все спокойно. Все было, в общем-то, хорошо лично. Меня, мою семью, все устраивало, что происходило. Сейчас, конечно, есть некоторые переживания, как будет дальше. Надеемся, все будет как раньше, хорошо. Здесь объединились все поколения. В Гомеле молодежь и работники предприятий пронесли символ единства нации, огромное полотнище государственного флага. Я люблю нашу Беларусь. Я люблю наше единение. Я люблю вообще нашу дружность, которая в нашем народе есть, гостеприимность. Я вообще за наш самое главное, за наши государственные символы. Для меня этот вопрос самый главный на данный момент. Потому что вот то, что происходит на улицах, и когда люди накидывают на себя флаг, который не наш, это, извините, это унижение для нашего народа и в первую очередь лично для меня. Мы хотим, чтобы наша страна жила в мире, в спокойствии, чтобы у нас все оставалось стабильно, так, как и было. Для нашей молодежи созданы все условия для того, чтобы мы могли поступать в любой у страны, хорошо учиться. Завидную активность белорусов позаимствовали и соседние страны. На митинги в поддержку Александра Лукашенко выходят и в Киеве, и в Москве, и в Варшаве, и в Вильнюсе. Беларусь давно воспринимается мировым сообществом как площадка для мирных переговоров, как уголок спокойствия и безопасности. Я не гражданка Беларуси, но я пришла сюда, чтобы поддержать своих друзей белорусов. И я ни в коем случае не хочу повторения того, что случилось с моей родиной. Поэтому я здесь, чтобы поддержать тех, кто голосует за стабильную, целостную и благополучную и развивающуюся Беларусь. Гражданка Германии здесь в гостях. Мы приехали сюда 9 числа. Уже 10 числа более случаев мы явились свидетелями того, что произошло на улице Притыцкого. Мы видели, кто первый начал кидать коктейли Молотова. Мы видели, как они начали разбирать все окрестные остановки, как они начали кидать камнями. Мы всему этому свидетели. Я хочу обратиться ко всем рабочим заводов и фабрик. Вы думаете, вас ждет лучшая жизнь? Вас уничтожат? Потому что на Западе вы никому не нужны. Никому. Хочешь лыжи, хочешь коньки. Окно возможностей для занятий и профессиональным, и любительским спортом в Беларуси открыто для всех. А после блестящего организованного чемпионата мира по хоккею в 2014-м спортсмены и олимпийцы просто не смогли остаться в стороне. Я Ольга Комарова чемпионка мира по рукопастному бою и пришла на митинг в поддержку Александра Григорьевича Лукашенко. Потому что я считаю, что наша Беларусь самая хорошая и мы не должны ее отдавать никому. Масштабные и радостные события, митинги в поддержку Беларуси сопровождались информационным шумом и фейками. Но реальная картина говорит сама за себя. У нас не 3%, как некоторые говорят, что у нас намного больше, что мы действительно за процветающую Беларусь, за поддержку президента, поддержку нашей государственности, единства, ну естественно тихого, мирного неба над головой, чтобы у всех были, чтобы не знали мы и наши дети, что такое война, потому что это очень страшно. Надоело уже просто молчать, когда на улицах мнение только одних сторонников. Хочется показать, что есть другие люди, которые имеют право на свое мнение и показывают тоже свою гражданскую позицию. И если в ненастные дни оппозиционная активность смыла дождем, то те, для кого Беларусь действительно любимая, не только выходили на улицы, но и участвовали в вело- и автопробегах. Проехаться со своими символами своей страны это гордо очень. И сказать, что у нас большинство, мы поддерживаем мир. А люди, у которых растут дети, которые думают о будущем своей страны, ну, наверное, все сегодня сюда и прибыли. О желании сохранить единство нации, не потерять национальное достояние, о том, кто останется с нами и чей курс уверенно выбрали белорусы, было громко слышно всю неделю. И сегодня в главном. Это настроение и твердая позиция белорусов, мирных людей, которые действительно переживают за судьбу своей страны и готовы отстаивать свою свободу и независимость. Я работаю на предприятии «Могилевский блокнот». У нас предприятие модернизируется, устроится новая цеха. То есть у нас все хорошо. Хотелось бы просто мирно, спокойно работать. Мы хотим спать спокойно. Мы матери в первую очередь. У нас маленькие дети дома. Мы не хотим, чтобы они боялись выходить на улицу, оглядываться. Никогда бы я не сказал, что мы по такому поводу сюда придем, чтобы защитить свою родину. Даже в мыслях не было, что такое когда-то возможно будет. Мы против стачек, мы против того, чтобы заводы стояли, чтобы наша экономика провалилась. Мы хотим, чтобы все было хорошо, как и раньше. Это преуспевающая, красивая, чистая страна для жизни, для мирной жизни людей. И сейчас пытаются внести какие-то перемены в нашей жизни. Нет, мы против этого. Беларусь не для цветных революций. Я из имена. Я приехал учиться тут и женился, и остался тут. И я не хочу, чтобы повторилось еще раз, как была моя страна, тоже самая Беларусь. Хватит. 26 лет мы строили нашу страну. У нас лучшая медицина. У нас дети имеют возможность получить хорошее образование. Я призываю всю Беларусь, очнитесь, не слушайте живые обещания. Я за Беларусь. Мы за свою Беларусь, за батьку за нашего хотим постоять. Чтобы была жизнь спокойная, мирная. И детки наши не боялись в школу ходить. Чтобы не было вот этой вражды, как сейчас настраивают друг против друга. Мы не можем сегодня отдать страну выстроенную, красивую. Все, что сейчас мы можем сделать, объединиться и удержать то, что у нас есть. Я с Украины. У меня есть с чем сравнивать жизнь Беларусь и Украина. Там у меня очень большая родня. И вот это, что у меня жена, у меня русская. Нас это покоробило. Как мы могли допустить, что вот такие события у нас такие произошли. Это надо мирно решить. Мы не хотим, чтобы в нашей стране было то, что сегодня есть в кольце наших соседей. Это не лозунг. Мы за процветающую страну. Чтобы у нас была стабильность. Так и та, которая у нас была все эти годы. Сегодняшний воскресный день в целом по стране прошел спокойно. Однако в Минске, несмотря на активное предупреждение милиции об опасности провокации и недопустимости участия в незаконных мероприятиях, около 20 тысяч человек все же собрались на свою акцию, организованную призывами определенных телеграм-каналов. Уважаемые жители и гости нашей столицы, в течение двух недель на территории города Минска проходит несанкционированное массовое мероприятие, в ходе которых повреждается городская инфраструктура, объекты коммунальной собственности, в том числе и путем поджогов, а также имущество граждан. В интернете распространяется информация с призывами сегодня принять участие в незаконных уличных акциях. Их цель очевидна расшатать ситуацию и внести разлад в обществе. Организаторы этого процесса используют людей как расходный материал, привлекают для участия в незаконных массовых мероприятиях со всеми вытекающими последствиями. Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях. Будьте благоразумны и сдержаны. Остановите от необдуманных поступков и своих детей. Юношеский максимализм и бунтарское поведение в данном случае неуместны и опасны. Я призываю вас прислушаться к своему разуму, не поддаваться на провокации воздействию информационных технологий и руководствоваться здравым смыслом. Беларусь потеряла каждого третьего. Практически Беларусь была стерта с лица земли. В знак памяти, скорби и печали на нашей земле установлены тысячи мемориалов и памятников. И они для нас священны. Наши люди к ним ходят помолиться и возложить цветы. Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства. Беларусов, русских, евреев и других национальностей в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем. Категорически предупреждаю. В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией. Очевидный факт того, что в толпе могут быть провокаторы и люди с самыми разными намерениями, к сожалению, не остановил некоторых родителей, которые брали на незаконную акцию в том числе маленьких детей. Подобные действия вызывают как минимум недоумение. Ведь в толпе может произойти все, что угодно. Зачем подвергать риску и втягивать в политику маленьких беларусов? Только с виду эти протесты были мирными, когда стало понятно, что какой-то внятной повестки нет, в рядах протестующих отчетливо начали звучать призывы идти на дворец независимости. И вот видео, снятое на мобильный телефон, которое стоит посмотреть. Воскресенье, вечер, глава государства у своей рабочей резиденции. Кадры, на которых президент возле дворца, снятые на телефон, появились недавно. Мы спросили у пресс-секретаря президента, как провел этот день глава государства. Наталья Эйсмант развенчала многие фейки. Да, я хочу сказать, что весь сегодняшний день с самого утра глава государства работал в ситуационном центре во дворце независимости, контролировал обстановку и ситуацию. В том числе, в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, ну, можно сказать, на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во дворце. Впрочем, ну, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться. Эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении. После этого президент вызвал вертолет и облетел город. С высоты посмотрел на так называемый митинг. Также контролировал, конечно же, обстановку. Вернувшись вскоре во дворец независимости, первым делом президент поблагодарил ребят, тех, кто защищал дворец по периметру. Также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил также и их. Ну, еще хотелось бы добавить, что, как и обещал президент, он никуда не бежал. Как бы пытались это представить отдельные блогеры и телеграм-каналы, и дети его также были с ним. На кадрах вы, наверное, можете увидеть его младшего сына. Ну, и добавлю, что в эти минуты президент также работает, до сих пор работает во дворце независимости. Какой он белорусский путь? В каком направлении страна должна двигаться и развиваться? Это вопросы, на которые должны давать ответ сами жители Беларуси. Тем не менее, в последнее время появилось много желающих со своими советами. Особенно активен Запад. Все словно забыли о проблемах внутри своих стран. Как будто и нет протестов в США, в Германии против коронавирусной изоляции. Уже никто не вспоминает про разгон желтых жилетов. Зато не прочь посоветовать, как жить и что делать в Беларуси. Такие попытки должны рассматриваться с точки зрения национальной безопасности. И вот, что сказал президент на встрече с руководством Совбеза страны. Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отледить все средства, которые сюда поступают, потому что очень много средств поступает наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся. Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры, а в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИДов, то ли руководителей Европейского Союза. В общем, они проводятся, эти заседаловки, в разных форматах. Я бы просто им посоветовал, прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы желтых жилетов, допустим, во Франции, ужасных беспорядков в Соединенных Штатах Америки. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, в других странах Европы. Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, Соединенных Штатах, Германии и так далее. А потом уже, после рассмотрения этих вопросов, можно было поставить вопрос шестым или седьмым пунктом по Беларуси. мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Но господь с ними. Не менее острая проблема в информационном поле. Сейчас даже здравомыслящему человеку порой очень трудно разобраться в потоке новостей, самых разных вбросов. Где правда, а где ложь. Так, на неделе в сети появились сообщения, которые сопровождались фотографиями и видео, что якобы Россия стянула войска к Беларуси готовиться к военной операции. Этот вброс об иностранном военном присутствии в стране президент опроверг публично. И также открыто Беларусь заявляет о готовности защитить себя и своих людей от любой внешней угрозы. Уже для всех очевидно, что против Беларуси развернут сценарий цветной революции. При этом активно используется военно-политическое США, Польша, ряда других стран Евросоюза. Реакция на гибридную агрессию будет включать самые жесткие меры по защите суверенитета и территориальной целостности. Об этом накануне заявил наш президент на военном полигоне Подгродно. Сейчас там рассредоточен 52-й танковый батальон. Также Александр Лукашенко посетил и пункт управления ракетного дивизиона. Здесь расчет тактических комплексов «Точка» отработал учебный приказ по уничтожению Центра подготовки боевиков условного противника. не производился. Вся операция заняла около трех минут и прикрывалась с воздуха авиацией. Центр подготовки боевиков 600 на 600. Расход 2. Цель номер 64. Дальность 59-960. Азимуль 272 градуса 19 минут. Кассетная боевая часть. Пуск! Еще одной точкой маршрута главы государства стала инспекция пункта управления реактивного дивизиона Полонез. Напомню, расширенные контингенты США и НАТО сегодня сосредоточены на территории всех наших западных соседей. 18 истребителей США Ф-16 уже переброшены в Польшу. Их полеты в непосредственной близости от белорусских рубежей отслеживаются и контролируются нашими силовиками. Такое давление извне ставит своей целью максимально рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей. Отвлечь от внутренней ситуации максимально напрячь на внешних рубежах. Параллельно подогреваются и протестные настроения в обществе. Вы видите, что они уже тащат сюда альтернативного президента. Делают это всерьез, поскольку сыплется заявление западных государств о финансировании, о поддержке. Военная поддержка налицо, передвижение войск НАТО к границам нашей страны. Все они двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска из Беларуси. Можно на Беларуси поставить крест. То, что это делается всерьез, об этом свидетельствуют заявления западных государств, притом открытые заявления. Это уже прямое вмешательство. Речь идет о финансировании, о вытаскивании нас на переговоры в ОБСЕ. Понятно, для чего они это делают. Поэтому я еще раз попрошу вас, как министра обороны и командующего нашим направлением западным предпринять все усилия для того, чтобы защитить прежде всего эту жемчужину западную в Беларуси с центром в Гродно, с принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны. Реакция с другой стороны границы последовала незамедлительно, опасения о Беларуси безосновательны. В один голос заявили пресс-секретарь НАТО, польское правительство и президент Литвы. Вот цитата. Заявление Александра Лукашенко о том, что НАТО передвигает войска у границы с Беларусью безосновательное. Об этом вечером в субботу 22 августа заявила пресс-секретарь Альянса Оанна Лунгеску. Как мы уже ранее дали понять, НАТО не представляет никакой угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны, сообщила Лунгеску на пресс-конференции в Брюсселе, передает агентство Франс Пресс. Польское правительство назвало заявление Лукашенко пропагандой, а президент Литвы Гитана Снауседа полностью безосновательными заявлениями о воображаемых внешних угрозах. Ну, согласитесь, было бы очень странно, если бы все они подтвердили наращивание военного контингента. Такие заявления не что иное, как оправдание, считают эксперты. Сейчас все пытаются сохранить лицо, когда маски все сняты и основные планы или, по крайней мере, интересы, которые рассматривались ранее, сейчас открыты, сейчас их активно обсуждают и журналисты, и фабрики мыслей. Понятно, что в этих условиях обострять ситуацию и наращивать группировку с тем, чтобы захватить ту или иную часть Республики Беларусь, но не совсем корректно. Это в открытую нарушает все международные права и суверенитет Республики Беларусь. Поэтому, безусловно, сейчас все основные игроки будут стараться сохранить лицо и нивелировать эту так называемую информационную ситуацию для того, чтобы перевести ее в дипломатическое русло. Говорить с людьми и объяснять простому человеку, что сейчас происходит в стране, наверное, одна из самых важных задач сегодня. В начале недели на некоторых предприятиях сложилась непростая обстановка. Чтобы ответить на самые острые и злободневные вопросы, президент лично приехал в понедельник на Минский завод колесных тягачей и МАЗ. Разговор сложный, но жизненно необходимый, в первую очередь, для этих крупнейших и уникальных для восточноевропейского региона производства. Сегодня нельзя допустить остановки экономики, а все принципиальные вопросы стоит решать, опираясь на закон и порядок. Это главный посыл главы государства в диалоге с рабочими МЗКТ. На Минском автомобильном заводе также разумный подход к проблемам. В нынешней ситуации президент призвал заводчан принимать только взвешенные решения, не доверяя лишь интернету. Сейчас, как никогда, нужно понимать, наше будущее в наших руках. Ведь если предприятия пойдут на забастовку сегодня, завтра для некоторых из них может не наступить. И речь не только об экономических потерях, как для государства, так и для людей, которые работают на этих производствах. Пострадать может и экологическая безопасность, ведь остановка некоторых предприятий может грозить техногенной катастрофой. Ксения Лебедева собрала мнение заводчан о забастовках, почему этого не стоит допустить, и при чем здесь влияние третьей страны. Об этом в нашем материале. Белорусские тракторы собираются и продаются, как бы кому-то не хотелось обратного. Меньше не стали отгрожать. Наоборот, в этом месяце мы больше отгрожаем, чем в прошлом. А люди делают сами оценку происходящему. Благо, источников много. Я, например, когда был слушок, что типа с завода выходишь, там 60 рублей типа дают. За что? Ну, типа, если ты просистовать идешь. Да. И там еще вороваться, типа пиццу дадут поесть и все такое. Я вышел с завода, мне как раз у меня посленочной было, вот, с утра как раз я вышел, шел домой. Вот. И никого не было, никто ничего там не предлагал. Друзья у меня тоже не ходят. Как бы я не знаю, откуда столько молодежи берутся, типа. Но интернету я тоже как бы так 50 на 50 верю, 50 не верю. Пропаганда какая-то и все. Ничего тут никому не выплачивалось и выплачиваться не собираются они. Мне кажется, что никто нам разбрасывать деньги не будет, на тебя берите. Все от меня самого зависит. Сколько мы сделали, столько получили. Я не верю, что мне придут там и будут деньги раздавать. Спросили и про всем известного местного активиста с тачкома. Оказалось, знаком не всем. Да я не знаю. Сергей Дылевский. А я ютубер какой-то не знаю. Я один раз видел его только. У нас центральная проходной, но так его не знаю. Гродно Азот – гигант белорусской химической промышленности. Сегодня предприятие работает в штатном режиме. А вот буквально несколько дней назад сотрудники готовы были включиться в забастовку. На горячую голову можно сделать многое. Главное – вовремя остановиться. Я сегодня, вчера и завтра буду относиться одинаково. Я только за то, чтобы предприятие было работоспособным и работало всегда. Цех пускается в течение 5-7 дней по регламенту. Для того, чтобы запустить, необходимо ряд технологических процессов провести. Стоимость этого всего порядка миллион условных единиц. То есть, миллион условных единиц сбрасываться будет в течение 5-7 дней на факел для предотвращения взрывоопасных ситуаций, экологической ситуации. И эта сумма будет просто в ущерб предприятию. И экономические последствия это не главное. Остановка Гродно-Азот равноценна техногенной катастрофе трансграничного масштаба. Под боком Литва и Польша. Здесь хранится жидкий аммиак. И в случае утечки при внештатной ситуации моментально поражают глаза, дыхательные пути, высокая концентрация убивает. Пострадают все, кто находится в радиусе 40 километров. Максимальное количество аммиаков в хранилищах может достигать 16 тысяч тонн. Самое страшное это последствия от неправильных действий в случае неправильной остановки производства. От этого могут пострадать как работники предприятия, так и жители города Гродно. Чего очень бы не хотелось и чего, конечно же, не было никогда, нет и не будет. И весь коллектив Гродно-Азот никогда на это не пойдет. Было показано и на ютюб-каналах, и в мессенджерах, что люди выходили и бастовали. Какая ситуация сегодня? Сегодня ситуация штатная. Все находятся в своих рабочих местах. Работники предприятия на всякие митинги, на собрания в свое рабочее время не ходят. При этом толпу пытаются собрать разными способами. Используют все больше запрещенные приемы. Присоединяйся к забастовке и поддержи с точком. Иначе ты враг народа. Мы будем вас резать, пока вы не вывесите наш флаг. Всегда рядом. Привет. Ну, здесь указаны мои дети, которых имена я не хочу озвучивать. Живи, Беларусь. Сообщение с таким содержанием Рамуальд Эдвардович получил вечером 20 августа. Утром стало известно, аналогичные угрозы поступили еще пяти руководителям подразделения Грудно-Азот. Я считаю, что основная причина, которая вызвала такую реакцию у наших оппонентов, она связана с тем, что у наших работников есть твердо устоявшаяся точка зрения, которая связана с тем, чтобы нашему предприятию ни в коем случае не бастовать, не останавливать производство. Я не намерен терпеть такие угрозы, так же, как и не намерены терпеть такие угрозы и наши работники. Люди обеспокоены. Сообщения пришли на Вайбер под ником Беларусь с неизвестного номера. В каждом указаны имена детей. В милицию обратился ряд должностных лиц Грудно-Азот с информацией о том, что на личные мессенджеры им приходят сообщения с угрозами им самим, а также им, их родных и близких. Отношение к забастовкам и призывам к ним может быть разным. У нас демократия, но букву закона никто не отменял. Так, в Уголовном кодексе Беларуси за принуждение к забастовке, а тем более с применением насилия и угроз, предусмотрена ответственность. Вплоть до лишения свободы до трех лет. И, несмотря ни на что, предприятия работают и только наращивают объемы. Общемировой спрос на карбамид вырос из-за взрыва селитры в Бейрусе. Ликбез. Взрыв подтвердил опасность селитры, страховые компании повысили взносы. Так, Грудно-Азот оказался как никогда в тренде. Цены выросли общемировые на продукцию, и поэтому сейчас экспорт, экспорт, только экспорт, соответственно, валюта, поступление. Грубо говоря, кормили от завода. Несмотря на провокации, работает и БелАЗ. Сотрудникам предприятия разослали однотипный текст с незнакомого номера. В нем призывы остановить работу. Впрочем, это сейчас не редкость, но коллективы отдают себе отчет в последствиях от простоя. Большинство на провокации не поддается. Я отношусь к этому отрицательно. Пару человек с моей бригады сходило, побыло там 10 минут и вернулись обратно. Все, что там происходило, не понравилось, они просто вернулись. Большинство работников, это порядка 9 тысяч, понимают, что территория предприятия вне политики. Если ты хочешь высказать свое мнение, это говорит и администрация, и профсоюзный комитет. Пожалуйста, за территорию завода можешь высказать свое мнение. На неделе белорусы сами начали отстаивать свои предприятия, выстраиваясь в цепочку, а кто-то и грудью удерживал наступление. Позор! 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 Выступали против так называемых групп поддержки, которые собираются в проходной, навязывая свою точку зрения и подначивая сотрудников на нарушение трудового законодательства. Они стоят, митингуют, прямо возле проходной призывают нас к забастовкам. Мы уже это проходили, в 90-е уже были, и мы прекрасно помним, что было на тот момент. Я уже тогда была достаточно подростком, я помню, как мы ходили в магазины, на прилавках ничего не было, если что-то было, то надо было за купоны это все покупать, денег не было, поэтому сейчас у меня стабильность. Честно говоря, у меня муж украинец, у меня очень большой пример перед глазами то, что происходит там, поэтому у меня есть с чем сравнивать. Здесь собирают знаменитые белорусские холодильники. Для сотрудников Атланта лето – это горячая пора, когда спрос увеличивается в полтора раза. Работа сдельная, поэтому сколько заработал, столько и получил. У нас же сейчас демократия, все, что хочет, может говорить, никакого доверия не чувствую. Вот один только момент, вчера шел на работу, как по ковровой дорожке. Получается, люди стоят, не наши заводские, на проходной с двух сторон. Ну, я как бы не испугался, я здесь работаю давно, я прошел прямо один посередине их. Что-то мне в спину только крикнули «Забастовка, забастовка». Все, я достал пропуск, прошелся на свое рабочее место с мыслями, что я сегодня буду работать, думаю, и завтра, и долго еще буду работать. Я не верю в такое, что деньги могут упасть с неба. Мне кажется, что деньги зарабатываются, а с неба их, ну, если даже, может, кто-то там один раз, а все остальное время. Я только надеюсь на свою зарплату, на свою работу, на свое предприятие, что оно будет работать, развиваться, процветать. Только на это. У проходной мы встретили человека с плакатом. Наверное, воспринять его можно только с иронией. На вопрос, почему, на ваш взгляд, атлантовцы не выходят вас поддержать? Он ответил. Они приняли для себя решение, понимаете? Опять-таки же, ими что руководит? Страх. Страх или здравый смысл каждый для себя решит сам. Пока одни призывают выйти на улицы и остановить производство в стране, другие просто работают. С четким пониманием, для чего они это делают и для кого. Никого не призывая идти за собой. Обещание, что за границей нам поможет, а созданные фонды обеспечат семьи, не у всех заводчан вызывают доверие. Ведь что такое единовременная выплата в размере полторы тысячи евро? И что будет, когда они закончатся? Так вот, те, кто продолжают работать, уже посчитали, что выгоднее работать. В главном эфире Ксения Лебедева и Александр Олешко. Ну вот как тут не вспомнить про обещанные деньги из какого-то фонда, которыми якобы озолотят тех, кто бросит свои рабочие места. Мифические обещания не соблазнили тех, кто привык зарабатывать деньги своим честным трудом. Ну, действительно, противостояние последних недель особенно заметно в информационной сфере. Новости обрастают домыслами, истинно вымыслами, достоверные сообщения сопровождаются тысячами фейков. Мы собрали самые вопиющие из них. Первой жертвой любой войны становится правда. Войны информационной это касается в первую очередь. Историю пишет победитель. Он и раздает задним числом награды кому звезду героя, кому медаль Иуды. Военные фейки должны быть максимально неправдоподобными. Ведь если нечто похоже на правду, в этом можно усомниться. В том, что на правду не похоже категорически, сомневаться сложнее. Это настолько безумно, рассуждает слушатель, что выдумать подобное нарочно просто невозможно. Мы помним войну в Косово образца 99-го года. Европейские газеты сообщали, что обезумевшие сербы вырезают деревни и бомбят колонны беженцев. Позднее выяснилось, что всего этого не было и в помине. Но кого оно интересует после войны? Только историков. Или, например, в дни Ливийской войны газеты полнились рассказами о том, что солдатам Муаммара Каддафи раздают Виагру, прежде чем отправить на подавление очередного очага восстания. Обвинения в массовых изнасилованиях особенно больно бьют по нервам. Разумеется, ничего подобного не было в помине, но мертвецу сложно добиться правды. А в Ливии в покойниках теперь не только Каддафи, но уже и сама страна. В Беларуси попробовали тоже. По стране поползли слухи, что в гродненских больницах лежат десятки мужчин и женщин, изнасилованных ОМОНом. Ну как поползли? На самом деле эти слухи форсировались. Ты не рефлексируй, ты распространяй. Следственный комитет провел проверку. Ни жертв не нашел, ни врачей, которые бы подобное наблюдали. Пострадавшим, если они существуют, предложено подать заявление. Пока ни одного нет. фейком, но осадочек-то остался. Тоже с десятками жертв столкновений, которых будто бы тайком под покровом ночи вывозили из моргов в крематории. Российский телеканал «Дождь» даже проинтервьюировал некого врача, который видел все это собственными глазами. Врач потом оказался субъектом, которым руководило революционное подсознание. Да, этого не было, но ведь противник по определению не человек, а значит, ему можно приписать все. Данная информация не является правдивой в настоящее время. Потому что она мною озвучена для телеканалов зарубежных, дабы прекратилось все эти, как говорится, все действия эти. Масса беспорядки. Я только одно хочу, как вот... Я медицинское образование не имею и помогаю как волонтер. и надев форму скорой помощи, я хочу быть замечен, просто чтобы меня не попало ни пули, ничего. То есть эта информация основана на ваших предположениях? Да, это только на предположениях. Дегуманизация первый шаг к превращению информационной войны в настоящую, с кровью, трупами, дымящимися руинами. Противник должен выглядеть чужим, рептилоидом, не способным испытывать человеческие чувства и отвергающим людскую мораль. Он легко и играючи должен расправляться со слабыми и увечными, с женщинами и детьми. Показательная история гродненской девочки, которая пострадала в автомобильной аварии. Машину ее родителей вынесло на встречку, где произошло столкновение. Возвращались домой, перед нами было много машин. Я испугался, выехал на встречную полосу, после чего там через мгновение буквально произошло столкновение. Не сосчитать сайтов и телеграм-каналов, по которым мгновенно разлетелись кошмарные фото окровавленного ребенка. Драматическая случайность, беда, которая, по счастью, не стала трагедией. Но кого в информвойне интересует правда? Главный принцип здесь поток кошмарных известий должен быть мутным, обильным, полноводным. Пока верифицируется одна новость, появляется десяток новых. Пока проверяется достоверность этого десятка, публикуются еще сотни. Известен случай с минчанкой из Уручья, которую после задержания обещали изнасиловать. Ну как обещали? Не обещали, как выяснилось. Но ведь могли тоже вряд ли. Но обвинения пошли в народ. Кому теперь интересна их достоверность? Я просто так же была уверена, как и большинство, что правоохранительные органы сами стреляют, сами убивают, режут. Потому что там писали, что люди якобы не провоцировали, а правоохранительные органы сами нападали, угрожали. Ну, вели себя как террористы. И вследствие этого толпа вся была напугана, и везде такой ходил слух. Я этому подалась. Подалась толпе. И мне очень стыдно перед ними сейчас. И очень, правда, стыдно за то, что, ну, я действительно, может, не все... Я не была на стене, не была на немике, я не видела. Я видела только то, что показывали в видео, то, что говорили люди. И я подалась этому. И мне действительно стыдно, что я вот так призывала драться с ними, нападать на них. Хотя они тоже люди, у них есть семьи, дети, и они тоже этого не хотят. Мне действительно стыдно. Простите всех. Всех, кто в этом замешан, всех, кто в правоохранительных органах, солдатах, ОМОНах. Простите. Министр внутренних дел Караев принес извинения за чрезмерное применение силы своими подчиненными. Оно имело место, оно проверяется, оно, безусловно, является недопустимым. Но в создании воображаемых чудовищ в стане противника надо знать меру, а лучше этого и вовсе избегать. Ведь если с обесчеловечиванием перебрать, жить в одной стране окажется невозможным. Мы все люди, мы со своими пороками и недостатками не готовы перейти последнюю черту. И пока в тех, кто по другую сторону баррикад мы видим не зверей, а людей, гражданская война останется невозможной. Украина, Молдова, Грузия, Польша, Югославия. Какой только не приписывают сценарий послевыборной Беларуси. Да, и белое одеяние с ленточками на руках и кулаки, и даже крики «Уходи!» Все это в мировой истории уже было. Политологи продолжают находить общее. К сожалению, по технологиям, которые я наблюдаю в Беларуси, я могу сказать, что это совершенно классический сценарий цветной революции, который применяется явно с внешней поддержкой. Здесь двух мнений быть не может. Попытки раскола власти, попытки убеждения в том, что власть не имеет права применять насилие, попытки разговоров о необходимости независимо от этих фактов, пересмотреть результаты выборов, способы мобилизации активистов, способы обращения к помощи за рубежом, использование средств пасинформации. Все это абсолютно типовые штампованные вещи. Кто движущие силы? Вот то, что я наблюдаю со стороны, исходя из опыта Украины. Прежде всего, у вас движущие силы скрытый капитал, как внутренний, так и внешний, и об этом они уже нагло и цинично заявляют. Внутренние силы это националисты, которые уже у вас в подземных переходах пишут, что коммунистов как и листьев на деревья повесить, и уже экспериментируют с счастьем захвата зданий. Как и в Украине, у вас платный патриотизм. А платный патриотизм заканчивается тем, что продают родину, продают могилы своих отцов и дедов, продают культуру, историю и веру. Первый раз лично я с аналогичными протестами встретился, столкнулся в Югославии, еще во времена президента Милошевича. Найдите 10 отличий, даже не надо 10, найдите 5. Идут вначале студенты, к студентам присоединяются потом все остальные, там жители Белграда, например, если мы говорим про Белград. Все ходят вначале под тротуаром, не выходя на проезжую часть. Полицейские стоят вдоль тротуаров, для того, чтобы люди не выходили на эту проезжую часть. Потом все это заканчивается большим митингом на центральной площади Белграда. А потом начинают выходить на проезжую часть. И вот здесь начинается первое столкновение с полицией, которые снимают огромное количество камер. И вся эта картинка потом уходит по всему миру. И все люди скандируют марш, Слобо, марш, марш, Слобо, марш, уходи, Слободан Милошевич. Очень похоже на то, что мы слышим, допустим, сейчас в Белоруссии. А потом Слободана Милошевича там не становится. Он перестает быть президентом Югославии, там целый ряд всевозможных событий. Но потом и Югославия исчезает с карты мира. Печально, что сейчас на улицах поддерживается вот этими сигналами. Вот это венесуэльский сценарий, кстати, вот эти девушки с белыми, в белых одеждах, с белыми цветами. Это венесуэльский сценарий. Скажем так, начало фазы протестов. Те силы, которые планируют дальнейшую эскалацию, они ни в коем случае не перешли окончательно к мягкой фазе. У них рассматриваются еще в дальнейшем всевозможные провокации и все, что только может быть. Наблюдаем также и реализацию сценария, который был характерен для Польши 80-х годов. Это попытка втянуть в события трудовые коллективы, устроить то, что сделал в свое время в Польше Лех Валенса. И в данном случае интерес Варшавы заключается в том, чтобы расшатывать внутриполитическую ситуацию в Беларуси путем инициирования массовых протестных акций, забастовок на белорусских заводах. некогда успешные и процветающие в экономическом плане, неплохие для жизни, комфортные для людей, безопасные государства вот так по щелчку пальцев чьих-то превращались в пылающие очаги революций, хаоса, беззакония, где становилось жить не то, что некомфортно, но еще и небезопасно. К СМИ на немецком языке все события подаются, к сожалению, очень однобоко и причина наша пресса не симпатизирует вашему лидеру, вашим властям. И это так называемая зависимость от ранее выбранного пути. СМИ подают информацию в определенном ключе и продолжают это делать в дальнейшем. Иначе им придется объяснить, почему они поменяли точку зрения. Таким образом, или ничего по Беларуси, или что-то в негативном ключе. Конечно, это полное упрощение и не имеет ничего общего. На мой взгляд, проблема Беларуси нахождения в так называемой геополитической горячей точке. Вокруг нее очень много сильных государств, которые пытаются влиять. Она находится на восточной границе НАТО и западной границе России. И очевидно, эти блоки имеют свои интересы в том, что происходит в Беларуси. Это не является кампания против личности Лукашенко и его президентства и так далее. Это, по-моему, дальняя цель. Этого мероприятия является все-таки опыт каким-то образом развернуть антироссийские настроения, отколоть Беларусь и от России и создать то, что называется санитарный кордон с Балтики до Черного моря. Когда происходит ссора в обществе, понятно, появляются сразу так называемые доброжелатели, которые приходят и, соответственно, начинают советовать, начинают помогать, начинают поддерживать одну часть общества против другой части общества по принципу «дивида от импера» – разделяя власть. Вот сейчас ходит программа оппозиции, такая бумаженция, на которой ясно и четко написано, что, собственно говоря, хотят люди, которые пришли. Поначалу они как-то размыто так, мы что-то из-за то, мы что-то из-за это, Тихановскую спросили. «А вот как вы к союзному государству относитесь? К чему, к чему?» спросила она. То ли актриса хорошая, то ли сидит, да ничего не знает. Ну, вряд ли. Знаете, скорее всего. «А, нет, 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 нам никого союзного государства не нужно, мы просто будем со всеми дружить, мы будем со всеми ходить, мы будем таким всякие, такие замечательные». Заявление Тихановской, которое сегодня находится в Вильнюсе, это не Тихановская говорит с Белоруссии, это с Белоруссии говорит Министерство иностранных дел Литвы. Поэтому в данном случае Тихановская это всего лишь пластилин в умелых литовских руках. «Это все про геополитику. Я очень надеюсь, что белорусы не будут идти на поводу у тех, кому Беларусь нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство». Революционные сценарии и внешнее гибридное давление может лишить Беларусь субъектности, а экономические и социальные достижения за четверть века просто обнулить. Это мнение директора Института Европы Российской Академии Наук Алексея Громыка. Кстати, он внук легендарного мистера Нет. Великий советский дипломат Андрей Андреевич Громыка говорил, лучше 10 лет вести переговоры, чем один день войну. И эта фраза стала актуальной для современной Беларуси. А лицемерие в политике таким очевидным. Меня до глубины души в очередной раз в жизни ошеломляет, насколько легко ряд внешних игроков могут неприкрыто уже вмешиваться во внутренние дела суверенной страны и одновременно призывать, например, Россию сделать так, чтобы не было и намека не только на вмешательство, но даже на какое-то влияние России на эти процессы. При том, что Россия наш союзник. Это, конечно, двуликость, это лицемерие, и, к сожалению, в первую очередь оно исходит от таких стран, как Литва, как Польша. И в этом смысле просто тем, кто полагает, что какое-то внешнее давление на их оппонентов в Беларуси это рациональный и перспективный рычаг для борьбы за власть, я думаю, что чем скорее эти люди поймут, что это тупиковый путь, тем будет лучше. Вот посмотрите, все-таки даже на уровне Евросоюза, на уровне руководства Германии, Франции уже прозвучали всякого рода высказывания, предложения. Давайте не допустим украинский сценарий в Беларуси. Нас уже начали пугать украинским сценарием, а когда мы говорили, что часть оппонирующих президенту сил ведет к украинскому сценарию и ведет к Майдану, нам говорили, что мы запугиваем общество и не верьте им. Максимализм в дипломатии он неприемлемый и максималист тем более неприемлем в решении крупных внутригосударственных, внутринациональных конфликтов. И мне кажется, что пока не возобладает здравый смысл логика и стремление не к революциям, которые очень плохо часто различимы с мятежами и переворотами, пока не возобладает стремление к тому, чтобы разобраться в ситуации, чтобы оставаться в правовом поле, чтобы пойти, между прочим, на те предложения, которые уже власть Беларуси предложила. Конституционная реформа, конечно. Прозвучала и идея о конституционной реформе. Три года уже она звучит. Без этого верх могут взять радикальные даже экстремистские мысли, воззвания и представления. А надо сказать, что на основе такого рода представлений и намерений ни одна страна в мире, ни одного раза в истории не достигала благополучия. Это правда. Любые разговоры о том, что сейчас надо пойти на какие-то меры, после чего жизнь в стране ухудшится, но затем наступит легендарный мифологический и фантастический ее трост. Это, к сожалению, все сказки. Если взять Беларусь, то это относительно небольшая страна с относительно небольшим населением. Но если сравнить эту страну с большинством стран мира, то по своей политической и экономической субъектности она их превосходит, несмотря на свой размер и то, что дала ей природу. у Беларуси то, что, безусловно, было сделано в высшей степени правильно, за последние десятилетия, была не просто сохранена, но усилена многократно ее промышленная база, имея ее, имеется в виду и легкая промышленность, и тяжелое машиностроение, энергетика, технология и космос, все. Мало кто из средних стран, не говоря о малых, могут этим похвастаться. То есть у Беларуси есть своя политическая и экономическая действительно субъектность в этом мире. Или посмотрите на то же самое союзное государство, на Евразийский экономический союз. Там диктата нет, там у каждой страны свой голос, у любой страны есть право вето. В этом плане тоже никто не может сказать о том, что над Белоруссией кто-то доминирует. И если в Белоруссии взять то, что происходило вокруг нее, то надо сказать, что ситуация здесь намного лучше, чем в очень многих странах мира, включая тот континент, на котором мы живем. И мне кажется, что это надо ценить, потому что взять и разрушить эту субъектность очень легко. Ясно, что если себе представить, что Белоруссия становится частью, ну, пофантазировать единого рынка ЕС, то промышленности здесь ничего не останется. Может быть, отверточная сборка какая-то будет. Или возьмем роль Белоруссии на международной международной арене. Предположим, Минск как площадка для переговоров по Украине. Для того, чтобы Белоруссия продолжала служить этой площадкой, ей надо быть субъектом. Ей нельзя быть младшим братом у Польши и Литвы, у Евросоюза, не говоря уже о Соединенных Штатов. Если Белорусь стратегически выбрала бы другую модель своего поведения в политике, в политике международной, она лишилась бы большинства тех козырей и тех рычагов продвижения своих интересов в мире, в том числе с Китаем, которые у нее сейчас еще есть. А сейчас по пунктам посмотрим, что же предлагает белорусам альтернативная сторона программы так называемого оппозиционного штаба опубликована в начале недели. В ней описывается то, какой должна стать наша с вами жизнь в ближайшие годы. Эйфории там нет. В основном расходы и потери наработанных десятилетиями производственных цепочек. У любого человека возникает вопрос, а кто будет за все это платить? И вы понимаете, платить, разумеется, будем мы с вами. И не только налогами, но и понижением уровня жизни. Стоит отметить, увидев первую реакцию общества, штаб всеми силами теперь открещивается от этого документа. Его удалили со всех ресурсов, но интернет, как мы знаем, помнит все. Я, значит, набрал вот именно вот название, значит, этого всего проекта реформ, и тут у меня выходит не белорусский вариант и не русский, да я угадаю, но не уже. А украинский. А украинский. 2018 год. Сравните слева и справа. Похоже? Я мало вам так хочу сказать, не только похоже, а это слово в слово. Выход из союзного государства означает обнуление всех равных возможностей для белорусов в России. Не выйдет получить там бесплатное образование, услуги здравоохранения и находиться там мы будем на правах иностранцев. Но самое болезненное удар по предприятиям, завязанным на Россию. Наши товары приобретают совсем другой статус. Для их попадания на рынок возникает барьер. Восстановление границы с Россией ударит по транзиту. Мы утратим преимущество быстро пропускать грузы. Россия и ЕАЭС это половина экспорта Беларуси. То есть 15 миллиардов долларов в год. На западе белорусские товары не нужны. Так что выход из Евразийского Союза это самоубийство. Впереди увольнение и даже вероятное закрытие производств. Кроме этого жди снижение инвестиций. Ведь через нас можно выходить на рынок ЕАЭС. После разрыва отношений этот плюс исчезнет. А еще 60% зарубежных инвестиций в Беларуси сегодня это российские деньги. А сколько их останется? Ну и энергоносители будет экспортная таможенная пошлина. Как она скажется на ценах? Они точно взлетят. Вам это надо? Контроль на границе с Россией это значит трудности ее пересечения. Не так как сейчас. Ну и надо построить 12 пунктов автопропуска что уже тянет на 980 миллионов рублей. Плюс новая инфраструктура на 6 ЖД станции ну и в аэропорту тоже. Добавьте областные центры. Потребуется почти 2500 человек. Плюс еще 70 миллионов рублей затрат. Запрет продажи российским компаниям объектов инфраструктуры нелеп. По белорусским законам стратегические объекты в собственности государства. Решение принимает с другим иностранным компаниям нет. Тот, кто хочет освободить СМИ от контроля государства пусть читает закон. А именно седьмую статью в нашей стране никто не вправе командовать редакцией СМИ. Требуйте лучше, чтобы гос. СМИ исчезли в других странах. Они есть во всем мире. Для кого-то может будет откровением, но радио свободы например это государственная СМИ США. Да из какой стати некий штаб будет руководить СМИ Беларуси. Включение телеканалов Прибалтики это вообще странный пункт. Никто им не мешает войти на наш медиарынок. Есть законная процедура. Ее спокойно прошли около трех сотен зарубежных телеканалов. Они у нас вещают. Другое дело, кто будет в Беларуси смотреть каналы на прибалтийских языках? Почему наши никто не зовет туда? Выход из ОДКБ означает снижение уровня безопасности Беларуси. Мы же вместе готовим военных специалистов, проводим учения. И в отличие от НАТО у нас суверенитет в вопросах обороны и военно-технической политики. Добавьте потери госвоенпрома в треть миллиарда долларов в год. А за ним кстати стоит 15 тысяч рабочих мест. Развитие пограничной инфраструктуры на Западе. Сейчас у нас на западном участке белорусской таможенной границы есть современные пункты пропуска. Они прекрасно работают. Здесь пока нечего развивать. А вот ползучий запрет русского языка и введение уголовной ответственности за оскорбление белорусского это бомба замедленного действия. Несколько государственных языков имеют более 80 стран мира. Русский родной для большинства нашего населения. Мы защищаем родной нам белорусский. Это у нас в законе. А запрещать говорить на тех языках на которых люди хотят говорить вызывает большие вопросы. Это вообще демократично? Да есть результаты референдума. 83% граждан высказались за наделение русского языка статусом государственного. Создание белорусской автокефальной церкви. Это что? Православную церковь хотят разделить как в Украине? Скажем прямо это намерение расколоть страну. Впереди жди противоречий на религиозной почве а потом конфликты. Проходили такое много где. Нельзя навязывать церковь как политику. Белорусская многоконфессиональность это уникальное достижение нашего общества. Власть не позволит вбить клин между белорусами. Вступление в НАТО а что нам это даст? Придется армию перестроить. От обучения офицеров до использования видов оружия. И это опять же за наш счет. В год придется выложить не менее 2 на 10 лет и полмиллиарда долларов. Тем кто на это пошел из стран варшавского договора обещали дать все бесплатно. Обманули. Сначала давали устаревшие исписанные образцы а потом требовали покупать новые. В парламентах эти стран уже вопиют. А надо ли нам это НАТО? Но поздно. Платите. О том что киевский Майдан и события в Беларуси это одна и та же технология говорят сейчас многие. В нашей стране не вышло осуществить цветной переворот наскоком через развертывание уличного насилия. Теперь применяется так называемая польская формула путем организации забастовок на госпредприятия. Еще один признак управляемого хаоса появление рядом с Тихановской французского философа Бернара Анри Леви человека который продвигает радикальные сценарии развития событий. О том что внешнее влияние на события происходящее в Беларуси даже не скрывается мы поговорили с украинским и российским политологом и журналистом Владимиром Корниловым. Бернар Анри Леви известный певец всех майданов революций бунтов свержения законной власти где происходит значит либеральный прозападный какой-то переворот ну или формально прозападный против антизападных каких-то сил там сразу Леви нарисовывается где Леви там кровь там война я кстати был более спокоен за белорусские события пока вот возле Тихановска не объявился Леви потому что это конечно предвестник очень тяжелых и страшных событий и обратите внимание Леви поддерживает практически все революции и бунты кроме одной страны вот когда желтые жилеты восстали в Париже тут самым главным противником бунта выступил Леви который я помню его твит давите их газом представляете да вот этих самых восставших потому что это ж Париж тут нельзя тут же ж он живет а там пожалуйста там разрушаете страны сжигаете все горе они все синим пламенем белорусам на заметку к чему призывает этот господин я давно слежу за его философией в кавычках и за его деятельностью да вот его бросают на какое-то направление Ливия да и он там приезжает фотографируется на фоне пушек взрывов с боевиками причем с исламистами да не стесняясь не чураясь ничего пишет гневные статьи в разных там солидных изданиях потом все страна разрушена в руинах дальше без меня дальше неинтересно Макрон заявил что оказывается он не хочет чтобы в Беларуси события пошли по украинскому сценарию подумайте только 6 лет нам говорили как хорошо когда революция на Украине революция достоинства вот она станет примером для России и Беларуси это самая постмайданная Украина оказывается украинский сценарий плох как выясняется сейчас как признается один из европейских лидеров вы знаете мне очень действительно забавно слышать как Европа европейские лидеры призывают не вмешиваться в дела в Беларуси при этом сами напрямую выделяют значит миллионы на поддержку белорусской оппозиции на собственно говоря поддержку вот этих оппозиционных каналов всевозможных как с их территории ведется действительно инструктаж как нужно противодействовать полиции ломать автозаки там значит и прочее 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 то есть вот Европе в данный случай уж точно не советовать о невмешательстве Некоторые мои земляки которые пережили Киевский Майдан вынуждены были бежать оттуда и обвиняют во всем Януковича мол не проявил достаточной жесткости сейчас критикуют Лукашенко за излишнюю жесткость вы понимаете вот сейчас спроси любого дончанина да вот если бы он знал тогда в 14-м году если бы поверил и знал что после этого их будут бомбить бомбами да пушками и прочее то что бы он поддержал смею вас заверить практически все сказали бы да мы бы сами пошли в крови топить тот Киевский Майдан теперь-то мы видим во что это превратилось и к чему привело отсутствие соответствующей жесткости ОМОНа и Беркута значит в Киеве то есть в этом смысле можно долго рассуждать нужно было применять там где-то силу или не нужно но если сравнить как действует полиция в Париже скажем по отношению к желтым жилетам сколько там погибло людей сколько выбидах глаз сколько покалечено людей то пока еще события в Белоруссии слава богу до такого уровня не дошли тем более очень забавно слышать как Макрон призывает воздержаться от применения насилия против протестующих в Белоруссии ему бы вот уж точно лучше помолчать и вот еще один наглядный пример того что сценарий событий в Беларуси очень напоминает украинский давайте посмотрим а выводы пусть каждый сделает сам Беларусы нас большинство сотни и сотни тысяч это президент это президент Груншенбот Груншенбот АПЛОДИСМЕНТ только скачет заезд Мы не признаем результаты этих выборов. Ей спризвал Киев пересмотреть итоги голосования. И нам не нужна кровь на улицах городов. Это будет тот уникальный случай, когда мирная революция не съест своих детей. Сука, фронтасты! Но сейчас снова обратимся к экспертному мнению. Политологи и экономисты продолжают рассуждать, к чему могут привести цветные революции и забастовки. Ведь дестабилизация внутри одной страны может сказаться на жизни людей в других. Риски достаточно высокие. Давайте все-таки не забывать, что Беларусь на сегодняшний день осталась единственной страной в Европе, которая является социальным государством. Если Беларусь отойдет от политики социального государства, от принципов социального государства, ее ждут шоковые изменения, которые Украина уже пережила после 2013-2014 года. Мы уже пережили повышение коммунальных услуг, цен на газ и на электроэнергию. Приходится почти 70% заработной платы тратить именно на коммунальные услуги. Мы уже пришли к тому, что были ликвидированы целый ряд льгот, что слилась инфляция. Когда за несколько месяцев курс национальной валюты гривны по отношению к доллару, если в начале 2014 года он составлял 1 к 8, то уже к концу 2014 года он уже составлял почти 1 к 30. Единственная цель подобного сценария – это вовлечь Беларусь в зону вленья НАТО. Других целей нету, никаких. Ведется большая геопатическая игра. Что будет внутри страны, что там будет с экономикой, что будет с людьми. Но, честное слово, пусть на меня не обижаются те ребята, которые выходят на улицы в Минске, вот этим заказчикам им совершенно на это наплевать. Абсолютно. Более того, чем хуже им будет, тем лучше. Вот сейчас, например, зовут они всех на забастовку. Но, слушайте, это какое-то самоубийство, честное слово. Я всегда завидовал Беларуси, потому что Беларусь не прошла через этот бардак и хаос 90-х. Посмотрите на то, что случилось в России, на Украине, что случилось в Молдавии, что случилось в Латвии, Литве и Эстонии. Останавливаются предприятия, останавливаются фабрики. А это всегда приведет к экономическому коллапсу, который будет тяжелым последствием для каждой семьи. Почему? Потому что семья – это нужно одеть в школу, это нужно пойти в магазин купить продукты. И если мы не задумываемся и подумаем о том, что вот мы… Ладно, мы сейчас научим власть, что вот мы остановимся, не будем работать. Власть поймет это. Да не на власть мы работаем, а мы работаем на страну, на созидание, на ее процветание. Сегодня предположим, теоретически предположим, Брестский мясокомбинат забастовал. Эту же нишу производства колбасных изделий, мясопродукции с высокой добавленной стоимостью займут другие предприятия. Предприятия европейские, предприятия американские, Южной Америки. Очень показательный момент, что предприятия с иностранным участием не бастуют. То есть, вот если, скажем, относительно консолидированный Запад попытался оторвать Украину и действовал в этом смысле достаточно дружно, хотя тоже надкусил и оставил, то сейчас, видимо, серьезные люди понимают, что из этого ничего не выйдет и не вписываются в эту забастовочную политическую кампанию. Ну, им нужна перспектива. Они понимают, что, чтобы сейчас в Белоруссии не происходило, Белоруссию не оторвать и не аннексировать, если со стороны России. Значит, наверное, перспектива белорусской государственности – это новая конституция, о чем ваш президент недавно сказал. Любые забастовки, независимо от причин, несут всегда один экономический эффект. Это падение полового внутреннего продукта страны. Здесь абсолютно безразлично. Происходит дело в Аргентине, в Республике Беларусь или в Канаде. Результат всегда будет один. В учебниках наших мы пишем «нанесение ущерба государству». Но на самом деле дальше возникает вопрос. Государство – это ведь не абстрактный сундук. Государство платит, ну, если это не экваториальная Африка, платит пенсии. Государство вкладывает в медицину. Ну, пенсию в Республике Беларусь я не получаю. С медициной в Республике Беларусь я сталкивался. Могу сказать, что медицина хорошая. Медицина хорошая. Соответственно, меньше будет денег для медицины. Сейчас у вас, по-моему, стандарт жизни гораздо выше, чем, скажем, даже в России, даже в Прибалтике. И социальный уровень, и социальных гарантий населения намного выше, чем всех окружающих государств. Но сейчас, а после, если эта программа все-таки каким-то образом продвинется, то у вас будет то, что сейчас есть на Прибалтике, то есть вымирающиеся населения. И будет точно то же самое, что есть на Украине. Где-то, по-моему, на треть населения уехало за границу. Мы очень много вложили в развитие туризма, в развитие репутации нашей страны, ее привлекательности. Построили очень много гостиниц, ввели вот этот безвизовый въезд для 47 стран мира. И вы видите, насколько вот в предыдущий год был, насколько был успешным для туристической отрасли. Наши промышленные проекты, которые тоже очень важны, их важно развивать, потому что, если не будет промышленности, если не будет высокотехнологичных производств, то, поверьте мне, я объехал почти весь мир и знаю, как относятся к тем странам, у которых нет того, что мы имеем. Официальный Минск всегда выступал и выступает такой, в общем-то, надежной и весьма серьезной переговорной площадкой. Как раз, что касается именно конфликта на Украине, что касается конфликта вокруг Нагорного Карабаха, да и многих других конфликтов на постсоветском пространстве. Вот. И, конечно, как вы понимаете, это удары по стабильности на всем постсоветском пространстве, а может быть, даже и речь идет о более масштабных макрорегионах, таких как, например, в целом Европа, можно даже сказать, Евразийский континент. Ну и напоследок, давайте еще раз этим воскресным вечером задумаемся, что для нашей страны лучше. Какой путь кажется правильным и логичным для каждого из нас лично? И как сберечь то, что четверть века создавалась в независимой Беларуси? Создавалась нами и вами, всеми людьми, которые любят свою родину. Да, мы очень разные, но нам жить на этой земле, и мы можем договариваться мирно. Но ведь в конце концов, все мы хотим одного – жить счастливо. Я за батюшку, я за нашу родину, процветающую родненькую Беларусь. Я просто, я так неделю не сплачу, не дай бог этой войны, не дай бог. Когда это все было в Украине, мы смотрели, говорили, божечка, только б не с нами это случилось. Мы за родину, мы за правду, мы за Беларусь. Интернет сделал свое дело, мы поняли ошибки других стран и сделали работу над ошибкой. За Лукашенко, за Беларусь и другого не дано. Я хочу попросить тех людей, которые говорят «Живи, Беларусь!», чтобы они произносили фразу по-другому. Живи, Беларусь! Живи, мирная, спокойная, свободная, такой, какой ты была до 9 августа. Беларусь! 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 Мы против забастовок на произносы, потому что те, которые призывают идти на забастовки, они не понимают, что люди потеряют заработную плату, что потеряем рынки сбыта. Эти люди просто не думают о тех трудовых коллективах, которых призывают на забастовки. Мы хотим мира, хотим добра, мы не хотим никаких переворотов, и поэтому мы пришли здесь поддержать нашу мирную, хорошую, добрую страну. Чтобы хорошо было ходить в школу, чтобы 1 сентября никто не боялся этих машин пиканье и войны. На вот такую картину недели собрал главный эфир. С вами были Максим Угленица и Полина Шуба. Берегите себя и своих близких. Счастливо! Спасибо! Спасибо!